Палестинские банки Экономическими санкциями со стороны Израиля Теперь Минфин Палестина сможет Хотя бы частично погасить долги Бо зарплате и выплатить проценты По предыдущим займам Новогоднего транша хватит ненадолго Но отвыкших от хороших новостей бюджетников Это известие вызвало приступы эйфории Окупанты думали, что смогут задушить нас С помощью экономического шантажа Но у Палестина много друзей в мире Лига арабских стран потребовала, чтобы ФАС Примирился с Хамасом и выделила на это 100 миллионов долларов А если все будет хорошо, то нам еще многие помогут И президент Путин, и другие лидеры Наша судьба миру не безразлична Действительно Махмуд Аббасу пришлось пойти На выдвинутые Саудовской Аравии условия И выпустить исламского джина из бутылки На прошлой неделе в Шхеме Состоялся первый разрешенный митинг Хамаса И атмосфера в городе заметно изменилась В отличие от Газа Шхем, как и большинство других палестинских городов В Иудее и Самаре является светским городом Полуобнаженные красотки на рекламе Гуляющие без сопровождения мужчин-женщины Интернет-кафе и даже действующий кинотеатр Но при этом парадоксальным образом Большинство местных жителей поддерживает Хамас Правда, если исламисты, как и в Газе Начнут здесь закручивать гайки То ситуация может резко измениться Местные бизнесмены к идее возвращения Исламистов относятся, мягко говоря, сдержанно Для процветания торговли Нужны прежде всего открытые границы И разумный аппетит властей А судя по опыту прошлых лет, Хамас ни того, ни другого обещать не может Касио, QQ, Брутлинг, Ориан, Касио, Оригинал, Таймекс, Оригинал, Касио, Ситизен, Ситизен, Оригинал, Оригинал Роликсы и Сейки по 10-15 долларов расходятся неплохо Часть товара успешный предприниматель отправляет по своим каналам в Израиль Часовой магазин с говорящим названием Джихадвоч является классическим примером палестинского бизнеса Китайские подделки всех известных марок по привлекательным ценам И покровительство правящей партии Фотографии на стене Ясер Арафат, короля Ордании Говорят о том, что хозяин в качестве крыши выбрал боевиков Фатха Необычное название лавки – это память в тех годах, когда Тарик платил отступные исламистам Что чуть не погубило его бизнес Боевики Хамаса не шли на компромиссы, не признавали рассрочек И главное, не помогали продвижению товара на рынке Их интересовали только деньги, которых с каждым месяцем становилось все меньше и меньше Проблема заключается в том, что мы снова будем заперты в городе Выхода на другие рынки у нас не будет Нужен мир, тогда я смогу торговать с израильтянами и все будет в порядке А у Хамаса другой бизнес, они зарабатывают на войне Поэтому я их возвращению совсем не рад Для спасения автономии от краха Махмуд Аббас пошел на сделку с дьяволом Но 100 миллионов скоро закончатся, а вышедшие из-под поля исламисты останутся И решение этой проблемы обойдется лидерам Фатха значительно дороже Сергей Гранкин, Александр Шабатаев, RTVI, Шхем, Палестинская автономия